Главным шагом в увеличении объемов военной помощи Украине за последнюю неделю можно назвать передачу Словакии истребителей МиГ-29. Впервые союзники поставили Киеву самолеты. Это может ускорить поставки западных моделей, таких как F-16 и другие. Что особенно важно сейчас, когда Украина накапливает ресурсы для нового контрнаступления. Ситуация на востоке Украины сложная. Причина в нехватке боеприпасов. Мы ожидаем боеприпасов от наших партнеров. Российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем наши защитники. Мы еще не можем начать контрнаступление без танков, артиллерии и Хаймарс. Мы не можем отправить наших храбрых солдат на фронт. Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью японскому изданию Юмиури Симбун. О новом пакете военной помощи заявила Германия. В него вошли инженерные машины «Дачс», запчасти для танков «Леопард» и БМП «Мардер», пулеметы и снаряды. Однако некоторые союзники Киева считают, что у Германии имеются значительно большие возможности военной поддержки Украины. Германия должна посылать больше оружия, посылать больше боеприпасов и больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна ЕС на сегодняшний день. Поддержка была не такой большой, как должна была быть. Я все еще призываю их к этому. Я не нападаю на них, просто говорю об очевидном. Матеуш Муравецкий, премьер-министр Польши, в интервью «Политику». Украина пополняет и усиливает свои резервы современными образцами вооружения, в то время как Россия вынуждена снимать с хранения устаревшие танки даже 70-летней давности. Ждать помощи Кремлю не от кого. По словам президента США Джо Байдена, Китай воздержался от передачи оружия Москве. А госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе заявил, что остановка поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия. Поэтому Вашингтон не рассматривает такой сценарий. Если говорить простыми словами, помощь, которую мы предоставили Украине благодаря щедрости американских налогоплательщиков, была буквально разницей между жизнью и смертью. Жизнью и смертью для отдельных людей. Жизнью и смертью для самой страны. Энтони Блинкен, государственный секретарь США из выступления в Конгрессе США. Тем временем в Евросоюзе ищут способы закрыть главную потребность ВСУ – в снарядах. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий предложил закупать их у стран, не входящих в ЕС. Кроме того, политик заявил, что Польша построит новые линии по производству боеприпасов. Тему снарядного голода на заседании Совета министров иностранных дел государств членов Европейского Союза поднял и глава украинского дипломатического ведомства. Наиболее приоритетная потребность – это артиллерийские боеприпасы. Речь идет не только о количестве, но и о скорости снабжения. Чем быстрее мы получим больше снарядов, тем больше жизни будет сохранено. Украина приветствует инициативу заключить соглашение о совместной закупке боеприпасов между рядом европейских государств и Европейским оборонным агентством. Рассчитываем на ее скорейшую имплементацию и оперативную поставку боеприпасов для вооруженных сил Украины. Это стратегический шаг, который приблизит победу. Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел государств членов Европейского Союза. В начале недели Евросоюз окончательно утвердил стратегию совместной закупки и производства миллиона боеприпасов для украинской артиллерии. На инициативу выделили 2 миллиарда евро. Снаряды будут поступать в Украину партиями на протяжении 12 месяцев. Данила Кобза для телеканала Freedom.